Привет! Сейчас буду говорить о насущном. Ну, что значит о насущном? Важна мне той теме, которая меня затрагивает, которая кажется мне горящим вопросом. Она кажется горящим вопросом, потому что вот только что сейчас произошло некоторое обсуждение, и я получила очередной коннект, очередное соединение, пазл какой-то ещё сложился, и мне очень хочется этим поделиться. Но делюсь я с посылом, как у меня это часто бывает, для всех, но нужно оно действительно абсолютно не всем. Те, кто готов, те, кто понимает, те, кто интересуется, да, это для вас. Другие, которым это покажется, возможно, абсолютно ненужным, надуманным, слишком сгущены краски, тем не менее это тоже для вас, но без навязывания. Это не для всех, но для каждого. И поделюсь, наверное, некоторыми выдержками из той беседы, которая сложилась, которая привела меня сюда, чтобы поделиться своим взглядом на жизнь. Да, делюсь именно потому, что это просто мой взгляд на жизнь, неважно, является ли он насущным для других. И это тема осознанности, тема того, почему так важно пробудиться. И когда мы пробудились, то дальше идти по пути осознанности к просветлению. Ну, действительно, то, о чём я скажу в итоге, будет звучать, наверное, немного утопично, но иметь путь, иметь некое направление и двигаться к нему, какой-то высшей цели, это уже лучше, нежели сказать это утопично и вообще не следовать и не двигаться. Маленькое предисловие, что беседа у меня сложилась с человеком, которого я знаю, собственно, довольно мало. Мы принимали у себя людей на каучсерфинге, общались не так много. И когда они уезжали, то просто я написала позже сообщение, спросила, как дела, как здоровье, потому что у девушки возникла некоторая проблема со здоровьем. Я знаю, что она принимала медикаменты. Мы же сами медикаменты не принимаем, мы следуем гомеопатическому образу поддержания баланса своего организма. Даже не хочется говорить лечения. Поддержание баланса своей жизни, своего организма. И поэтому вот, зная, что она веган, довольно строгий веган, мы тоже придерживаемся этого образа жизни, связанного с нашей осознанностью. Не так строго, потому что, может быть, пока что мы еще не убедились в необходимости строгого придерживания. Ну, дома, да, дома у нас все веганское, но вне дома мы, бывает, особенно я, я падкая на тортики, на десерты, поэтому там я попускаюсь. Ну, и плюс в других некоторых вопросах. Ну, и, собственно, как и во всем в жизни, я стараюсь не быть очень такой угловатой, а придерживаться чего-то, что я считаю верным, и быть мягкой, быть гибкой в других вариантах проживания этой жизни. Потому что я человек, и я живу эту жизнь по условиям, которые здесь созданы, стараясь... Ну, давайте перейдем к теме. Я зачитаю, наверное, некоторые отрывочки нашей переписки. Вот эта девушка-женщина писала мне, что... Я спросила, ты придерживаешься традиционной медицины, что принимаешь лекарства, потому что все-таки ведешь такой более осознанный образ жизни веганства, довольно строга в этом, как я поняла. И вот я просто интересуюсь, как же касательно вопросов здоровья и медицины. И она сказала, что с веганством, если в обычной жизни туда довольно строго, добровольно в рот еду не положу, которая не веганская. Скорее, слопаю пальмовое масло с сахаром. Ну, что мы обе понимаем, тоже, в общем-то, не очень хорошо для нашего здоровья. Но, опять же, что там в составе таблеток? И в машине сиденья кожаные от этого никуда не деться. И собак и котов кормим мясом. В общем-то, есть такие вот отступления. И если касается дела какой-то операции, то половина препаратов все равно, тем не менее, тестированы на животных. И их состав далеко не суперфрендли. То есть, не такой уж доброжелательный. И даже вот бывает, она работает в сфере близко к ветеринарии. И приводит пример, что использовали мазь для животного, которая сделана из крови телят. И вот, несмотря на то, что она придерживается своего понимания о неиспользовании животных в этом мире, тем не менее, приходится сталкиваться с такими ситуациями. Также и сама она, тем не менее, прибегает иногда к лечению традиционными методами, если это в таких экстремальных условиях, как путешествия. Дальше я отвечаю. Да, есть случаи, когда нужно проявлять гибкость, осознавая, что мы идем на пользование ресурсами планеты, и кроме того, будучи высшим звеном существования, используем свою силу против низшего звена, но делаем это осознанно, понимая, что это исключение, а не правило, так как жизнь все же строится по принципу, что выживает сильнейший. Вот это один из взглядов на жизнь, который я выразила ей, обменяла своим мнением и хотела поделиться с вами. Наверное, даже я попросила бы вас перемотать и послушать еще раз. А дальше сложился очень интересный разговор, который, собственно, все-таки подтолкнул меня на то, чтобы прийти и поделиться. Она пишет. Ну вот это так, да? Хотя я, конечно, вообще голосую за вымирание человечества как вида. Я написала. Ого, про такое я даже не думала. И тут же у меня стала происходить какая-то реакция, понимание, коннект, вот это вот какой-то пазл стал складываться с этой фразой. Откуда у нее это может идти? Почему? Она пишет. Толку от нас для планеты меньше, чем вреда. А я на это пишу, чувствуя свои вот эти ощущения. Сейчас, когда ты говоришь, то я голосую за приведение человечества к осознанности и пониманию истины всего творения, что приведет не к вымиранию, а к просветлению. И тогда просто не будет перерождения. То есть за вымирание человечества это как-то очень пессимистично. Это очень как-то, я вижу в этом довольно негативный фактор. Я попыталась понять, почувствовать откуда. Зная уже ее немного взгляды на жизнь, я попыталась почувствовать почему. И у меня это соединилось с моим собственным восприятием жизни, пониманием того, насколько все запутано. И как мы живем эту жизнь, думая, что она для нас, думая, что вот мы рождены для счастья, думая, что мы можем контролировать, владеть, что-то создавать. Тогда как на самом деле мы не знаем глубин, глубин всего происходящего. И мы реагируем лишь на иллюзии, на свои собственные иллюзии, на рождающиеся из-за невежественности нашего ума. И вот этот вот позыв, что лучше вообще всем вымереть. Я никогда не думала так о человечестве, я думала так о себе. Я думала так о себе, что не буду глупляться, я просто стану дальше читать, я думаю, раскроется эта тема. Она говорит, да, вряд ли это возможно, чтобы все просветлели прям и перестали перерождаться. Я говорю, да, невозможно. Но если голосовать за то, что есть, за эту идею, двигаться в этом направлении, то можно приближаться туда с перевешиванием, пусть даже и не воплотить все 100%. То есть, если всем двигаться в направлении осознанности, пробудиться, без пробуждения осознанности не может быть. Нужно сначала прийти к пробуждению. Тогда будет осознание нашего существования. Сознание действительно от того, что мы живем как высшее звено, и выживаем, потому что мы сильнейшие. Но жизнь, она не только за выживание. Жизнь, она за то, чтобы развить осознанность, а не только жить вот этими требованиями тела. Ведь выживает что? Тело. Тело, а не наше понимание, а не наше существование. Ведь существует что? Существует не тело. Мы вот думаем, что существует вот это тело, и у него там есть какая-то душа или что-то такое, а все наоборот. Есть вечное сознание, которое существует, и оно берет на себя это тело как оболочку, чтобы в нем интерактировать, чтобы в нем проживать, проживать постоянно какой-то опыт. Ведь одна, другая, третья ситуация, они все меняются. Опыт – это что-то внутреннее, что затрагивает всегда одно и то же, аккумулируется в одном и том же, вот в этом сознании. И когда мы понимаем, что мы живем этим сознанием, то мы вдруг понимаем, что «а я ведь не выбирал, не выбирал быть этим сознанием, не выбирал родиться в этом теле». И ты понимаешь вот эту вот замкнутость круга какого-то. И действительно, как мы вынуждены, вынуждены для того, чтобы жить все-таки в этом материальном воплощении, мы вынуждены выживать, мы вынуждены пользоваться ресурсами планеты. И тогда появляется какое-то даже немножечко чувство вины и желания. Но рождены так не только мы, не только я, не только другие люди, а вообще все творение так создано, и просто каждый на каком-то разном уровне. И вот возникает тогда желание, раз мы все невольно рождены в этом воплощении, то я ратую и за других, я ратую и за других, чтобы они точно, ведь они точно так же, как и я, скованы, скованы этими оковами рождения. И я ратую и за них, чтобы они тоже могли освободиться от этого. Потому что мы все здесь живем, только причиняя вред, причиняя, пользуясь, пользуясь ресурсами, пользуясь друг другом. Это уже на более глубоком уровне, я говорю. А если посмотреть даже на простой уровень в семье, муж пользуется женой, жена пользуется мужем, мы все пользуемся нашими родителями, мы пользуемся нашей работой. Да, мы говорим, что мы на работу приносим какие-то блага, но так же мы ею и пользуемся. И всегда вот есть вот этот вот вопрос психологический, кто кому что, кто воспользовался, а кто на самом деле больше отдал, и вот эта вот торговля. Не было бы никакой торговли, если бы не было надобности вот в этом вопросе выживания. Поэтому жить нужно не исходя из, не отталкиваясь от тела, а отталкиваясь от того высшего, которое пользуется этим телом для воплощения, для проживания всего вот этого вот опыта. А для чего опыт? Чтобы понять, чтобы осознать. Если мы поймем, если мы проникнем в суть, то мы станем сутью, и мы перестанем быть этим телом, мы перестанем, как я верю, воплощаться, реинкарнироваться. Я отошла от беседы, потому что вот эта тема все-таки глубока для меня, и, как я сказала, очень насущная. И я хотела ее выразить, но, наверное, я продолжу немножечко. Да, невозможно, невозможно, чтобы все вот стали осознанными, действительно, невозможно, чтобы все стали монахами, невозможно, чтобы все стали осознанными, чтобы все просветлели, но туда можно двигаться, и тогда каждый на своем личном уровне улучшает, обогащает где-то свой опыт и свою контрибуцию, свой вклад, вклад в эту жизнь, вклад и нанесение ущерба. Вот оно где-то балансируется тогда. Я соглашаюсь, что невозможно, и говорю, что, да, например, если я тоже хочу отучиться от сахара, и уже не имею дома вообще белого сахара, как минимум, это уже что-то. Потом я и от коричневого сахара отказываюсь, использую только сироп агава, например, сироп финика. Я не на 100% свободна от такого вредного продукта, как сахар, но это уже лучше. Я знаю, в каком направлении я двигаюсь. То есть точно так же может быть и в глобальном примере нашей жизни и осознанности. Моя собеседница продолжает немного как бы в своем направлении двигаться, говорит, что а глобально от человека больше вреда, чем пользы. Ну и опять же, одной рукой мы спасаем котенка, другой убиваем цыпленка. Думаю об этом каждый раз, когда кормлю собак и котов какими-то мясными продуктами, а они у нас почти все спасенные. Вот действительно человек одной рукой спасает, другой рукой кого-то убивает. И она об этом думает каждый раз. Это тоже меня привело к одной мысли. Сейчас посмотрим, я ее выразила сразу же или чуть позже. Я отвечаю, да-да, от нас много вреда, но каков выбор? Ну это собственно то, что я вам уже озвучила в своих размышлениях. Только осознанность, только просветление. Иначе будем рождаться и рождаться. Потому что в начале беседы она сказала, что я голосую за вымирание человечества. Человечество просто так не может вымереть. Могут вымереть те люди, которые рождены в эту эпоху, в этом поколении, родятся новые. Поэтому единственный способ, единственный выход, и я за него голосую, это осознанность, это путь к просветлению. Моя собеседница пишет, вот рождаться это точно лишнее, с такой-то перенаселенностью. Да, в умеющихся условиях осознанность это наше все. Подтверждает она мои слова. И тут пишу снова я свой трактат. Как и все в жизни, нужно делать без привязанности. Не для себя, а делать просто. Какой у нас выбор? Мы в тюрьме жизни. Мы родились, мы обязаны жить. Так что вот стараемся делать то, что в наших возможностях. Не есть как минимум коров, даже это не в возможностях каждого. Потому что их сознание не коснулось этого вопроса. Вот, как я выше чуть-чуть говорила, что она задумывается об этом каждый раз. И тут меня это натолкнуло на мысль, она задумывается, поэтому она может это делать, поэтому она может выбирать, быть веганом, не использовать продукты животного происхождения в обиходе. Но не каждый может, потому что даже не каждый задумывался о том, что стейк на тарелке или там бифстроганов или какое-то еще блюдо привычное, вкусное. Вкусное почему? Потому что привык. Я уже затрагивала эту тему, рассказывая о том, что меня обозвали веганом. Хотя я себя так не называю, я просто человек, старающийся жизнь осознанно. Так вот, даже не каждый сможет задуматься о том, чтобы не есть мясо коровы. А она задумывается каждый раз, вот я пишу, а ты задумываешься каждый раз, а они никогда. Это не потому, что она хорошая, а они плохие, потому что у них не щелкнуло. Вот я говорю об этом пробуждении, почему так важно пробуждение, нужно, чтобы щелкнуло. Потому что даже если мы обратим внимание этих людей на факт того, что они едят убитое существо, которое убили для их наслаждения, тогда как они могут жить свою эту жизнь, в которой они рождены без потребления убитого существа. И если мы обратим их внимание на этот вопрос, то они просто не поймут, потому что не было пробуждения. Только когда пробудишься, то тогда уже возникает вот эта осознанность, и вот тогда от нас что-то зависит, как мне кажется, и то я очень сомневаюсь, но как мне кажется, от нас что-то зависит, следовать вот этой осознанности и отличать, где привычка, а где я делаю над собой какое-то усилие, чтобы просто выйти из стандартов нашей жизни и понять, что я живу здесь и пользуюсь всем этим, я здесь гость, и я должен нанести как можно меньше вреда. Далее я поставила вот такой значок на то, что она раньше написала в имеющихся условиях, да, осознанность наше все. Осознанность наше все. Моя собеседница затрагивает еще какой-то пункт. Есть вот такой еще нюанс. Если я путаю, мне рассказывала преподаватель по йоге, что лук и чеснок нельзя, а молоко якобы можно. Ну, что значит нельзя можно? Нельзя можно рекомендации для людей, которые стараются вообще как-то что-то менять в своей жизни. И вот я считаю, что это в корне неправильно, говорит она. Я говорю, да, знаю о таком. Это идет из разных источников про лук и чеснок и про молоко. Лук и чеснок имеют просто в себе острую основу, которая считается влиять на нашу энергию. Она пишет, да, лук и чеснок как бы прибивают энергетику. Я продолжаю еще. А молоко это из иного источника. Известно, что оно создано не для человека, а для теленка, и что в нем слишком много гормонов для нас. А лук и чеснок, они как бы перетягивают все на себя, они слишком доминантны, поэтому они не балансируют с нашей энергией. Это из вед, это кришнаиты, которые следуют такому принципу про лук и чеснок. Ну, и собеседница говорит, и вообще это негуманно, что молоко стоит его просвещать и предлагать употреблять всем. Тут я комментирую, негуманность это уже третья теория про использование тех, кто в низшем звене ради нашей услады, удовольствия. Так, чуть-чуть мы дальше продолжаем все обсуждать, в принципе, то же самое. и далее моя собеседница говорит, ну и потом, какой человек, какой взрослый, какой взрослый, не человек, а какой взрослый существо в природе пьет во взрослом возрасте молоко другого вида производства, как бы. И тут я подтверждаю, так как для меня это однажды было шоком таким, что вообще ужас, причем тут взрослый, невзрослый, ребенок, как вообще может быть употребление действительно из-под другого животного, другой класс, другая. Это то же самое, как взять и пососать в имя коровы. Мы же не берем ни сосем в имя коровы, и никто не захочет этого молока, если вот прямо сказать ему подставляю, вот род соси и соси в имя коровы. То есть, или же это как, для меня это как секс с другим классом, вот как заняться сексом с коровой или с козой, то же самое, это молоко из-под них, по-моему, это вот то же самое. И дальше мы еще затронули вопрос, что в других странах вообще, собственно, не только употребляют мясо коровы или молоко, а также вот лошадей, и тут я еще сказала о том, что получается, что если животное, даже одно животное может выкормить другого, и это очень похвально, и мы к этому относимся с замиранием сердца, как, я не знаю, волчонок выкормил там какого-то зайчика, или какие-то такие истории, или не зайчика, а кого-то другого. Тем не менее, это животные, они живут инстинктами, и слава Богу, что эти инстинкты есть. У нас у людей тоже есть инстинкты самосохранения, и слава Богу, что они есть. Но инстинкт и привычка это совершенно разные вещи. И жить исключительно инстинктами, тогда как мы на уровень выше, и можем больше, много больше, чем это, пусть инстинкты сохраняются действительно для моментов, касающихся риска для жизни. Но жизнь не подлежит риску на каждодневных условиях, в каждодневных как бы ситуациях. И тут мы затронули еще вопрос, что да, едят и лошадей, и обезьян, и собак в разных странах. И все это просто от незнания, от непонимания. И я это все заключила тем, что все в нашей голове, к чему привыкли с детства. Если бы с детства мы видели людоедство, то тоже ели бы людей. И дальше у нее была уже посадка в самолет, и поэтому беседа на этом и закончилась. Но, собственно, она на этом и закончилась. я уделила довольно длинное время этому разговору, этой беседе. Я, наверное, не стану больше подводить никаких выводов, итогов. Каждый их сделает для себя. Возможно, итоги не нужны. Все равно все промежуточное. Двигаемся, идем к чему-то, что-то понимаем, в чем-то разуверяемся. Если кому-то это было близко, то я рада. Если это кому-то было не близко, это вас задело. Извините, задеть не хотело. Реально никому ничего не желаю плохого. Говорю о том, что трогает меня и что для меня кажется насущным. Это был мой взгляд на жизнь. Счастливо! Счастливо!